Ежегодный сезон путешествий во время праздника весны в Китае считается крупнейшей миграцией населения в мире. В этот раз Чунь-Юнь стартует в пятницу, 9 февраля, и продлится 40 дней. Одно из самых популярных направлений внутреннего туризма – остров Хайнань. Наши корреспонденты узнали, готова ли местная индустрия отдыха к наплыву гостей. Благодаря ярким декорациям и культурным мероприятиям в международных аэропортах Хайкоу и Санья чувствуется скорый приход Нового года по лунному календарю. Путешественники окунаются в атмосферу праздника, едва успев сойти с самолета. Мы подготовили традиционные мероприятия, такие как выступления артистов Хайнанской оперы, замешивание теста для пельменей и написание парных надписей Чунь-Лянь к празднику весны. Мы надеемся, что здесь туристы смогут узнать больше о нематериальном культурном наследии. На острове Хайна очень тепло, а учитывая количество развлечений и качество сервиса, мне сюда хочется возвращаться снова и снова. Мы приехали сюда на медовый месяц, будем на острове около шести дней. Здесь классно, весело и тепло. По прогнозам, во время туристического бума на праздник весны международный аэропорт Мэйлань в Хайкоу обслужит около 25 тысяч рейсов. Это на 20% больше в сравнении с прошлым годом. Ожидается более 3,5 миллионов пассажирских поездок, что на 17,5% больше, чем годом ранее. Что касается международного аэропорта Санья-Феникс, то там в праздники готовятся принять почти 15 тысяч рейсов. Во время Нового года по лунному календарю мы будем координировать свои действия с авиакомпаниями, чтобы принять как можно больше рейсов. Мы должны быть готовы к пиковому сезону на транспорте. Наши внутренние маршруты охватывают крупные столицы провинции Китая, муниципалитеты, которые находятся в непосредственном подчинении центрального правительства, а также ключевые города первого и второго уровня. На международных направлениях мы летаем в ключевые города Северо-Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, Европы. Провинциальное управление Хайнаньской железной дороги ожидает в ближайшие недели 4 миллиона 600 тысяч пассажирских поездок. Это на 23% больше, чем в прошлом году. Местные власти делают всё возможное, чтобы улучшить качество обслуживания путешественников. Количество морских перевозок через пролив Тюнджу по прогнозам превысит 4 миллиона, что на 6% больше, чем в прошлом году. Что касается автомобильного транспорта, ожидается, что более 1 миллиона машин въедут и покинут остров Хайнань в период праздников. Это на 7% больше, чем в прошлом году. Продолжение следует...